Славянская радио Продолжаем разговор Хорошо, значит, с культурой разобрались, что есть представление о чём-то, есть культура. И вот, когда мы уже с тобой разобрались с этим всем, давай же теперь переходить к вопросам. Я думаю, что тебе тут уже побеседовать будет уже интересно не только со мной, но и с нашими радиослушателем. Итак, Виталий из Эстонии, вопрос в эфир. Что в твоём понимании является осознанность и культура, и как ты понимаешь это термином? Об этом мы уже поговорили, да, это в самом начале, прям четвёртая минута эфира была. Дальше от Антона вопрос. Здравия. Насколько отдаляет уход от проблем и острых ситуаций, не решаясь его? Затормаживает развитие, если сам человек осознаёт себя как часть окружающего мира. Антон. Попробуем сейчас ещё раз понять. Насколько отдаляет уход от проблемы и острых ситуаций, не решаясь его? Затормаживает развитие, если сам человек осознаёт себя как часть окружающего мира? Это вопрос такой немножечко из серии. Вот у меня, ну то есть условно, вот у меня есть такая проблема, я вам о ней не скажу, посоветуйте что-нибудь. То есть надо понимать, уход с чем связан в проблем и острых ситуаций, не решаясь его, с чем он связан. То есть так или иначе нельзя сказать, что человек, если человек действительно осознаёт себя как часть окружающего мира, если он действительно осознаёт себя как часть большей экологии, то этот вопрос вообще возникнуть не может, потому что в данном случае человек обладает достаточной мудростью, чтобы сам на него себе ответить и понять. Поэтому, Антон, если вы ещё нас слушаете, пожалуйста, вот в какой ситуации? Приведите пример, давайте покрутим более конкретно что-нибудь. А давай просто придумаем ситуацию. Например, человек столкнулся с какой-то ситуацией, которая ему не нравится. Но кто-то заставляет его что-то делать. Причём человек кажется, что его заставляют это делать, потому что просто заставляют из-за дури своей. И он пытается не решить эту ситуацию, идти в сторону. Или, например, человек что-то не доделал, его никто не заставляет, но просто вот на пол дела оставил, телега там без колёс стоит, как это в мультике известном детском, и всё. Или разные колёса сделал, но так оно и никуда не поехало. И он на пол дела бросил и ушёл. Чем это, с твоей точки зрения, грозит человеку в дальнейшем? Человек в таком случае не осознает себя как часть окружающего мира. То есть суть-то в чём? Суть в том, что человек всегда действует внутренне для себя правильно, выгодно и стремится к определённому позитивному исходу. Всегда. Если человек, но бессознательный человек, его внутренний мир выделяет ему ровно столько энергии, сил, мотивации, внимания и мастерства для того, чтобы делать то, что он внутри считает верным, правильным и нужным. Поэтому в мире, в котором, ну, давай будем честными, да, ну, много всё ещё людей живут против самих себя. Они осознают, кто они, что они, зачем они. А говорить о том, что там человек что-то там бросает на пол дела или что-то не доделывает, достаточно, достаточно, как бы, наверное, привычно. Потому что если человек занимается не тем, да, если он делает не то и в уме себя знает об этом, то неудивительно, что у него нет сил и мотивации для того, чтобы завершать дела или там стрим, как бы, делать как-то это достаточно качественно. Потому что реальная, вот, как бы, ответственность и целостность и умение доводить дело до конца рождается тогда, когда человек всем своим естеством, да, вовлечён в процесс. И когда он действует из внутренней чистоты, из внутренней целостности. Но это общие слова, мы не знаем. Это вообще такой вопрос, на самом деле, для, ну, для коучинга какой-то, наверное, для консультирования, а не как для... Всё обо всём. В общем, другими словами, если вы не доделываете до конца что-либо, то есть не создаёте в целом, то в этом случае вы сами целым не станете. Такой простой совет, да, доделывайте всё до конца, если уже взялись. Ну и наоборот, сначала станьте целостным, да, поймите, что хотите вообще, что хотите-то реально. Ну, конечно, да, тут надо и быть целостным самому, да, чтобы что-то целостное сделать. С другой стороны, если вы на полпути бросаете что-то, если уж отталкиваться в твоей версии, то в случае вы себя разрушаете, вы перестаёте быть целостным. Ну, я бы не был так категоричен, человек себя-то особо и разрушить не может, но... Если он постоянно будет что-то не доделать до конца, но при этом будет считать себя целостным. А у него нет выбора. Если человек делает то, что он не хочет, он всегда будет не доделывать до конца. Нет, нет, вот я понимаю, загорелся человек, хочу, 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 пришёл, начинает там всем рассказывать, как он всё сделает, и потом раз на полпути, что-то мне неинтересно больше. Это хорошая тема, у меня есть целая видеолекция про это дело, про чистое намерение и про то, почему человек как бы действует, то есть как бы загорается и не доделывает до конца. Это всё связано с тем, что наше бессознательное, устроенное определённым образом, оно всегда даёт человеку честный результат. То есть если человек начал и не захотел, значит, он хотел не доделывать. Поэтому всё всегда решается через честность, да, через умение спросить себя, что я реально хотел изначально, чего я сейчас хочу и вообще, чего я хочу от жизни. И обычно оказывается, что ни того, ни другого, ни третьего. Типа, мужик, а что ты хочешь-то? Да не знаю, просто хочу, да? А что не знаю? А что не знаю? Ладно, идём. А если ты хочешь, ничего не получится, невозможно. Идём дальше. Вопрос эфира от Данила. Здравия со ведущим. Александр, как вы видите, осознание человеком, культуры предполагает духовное развитие человека? И какое? В скобочках. Перечислите общие критерии, если это возможно. Может, у каждого своё понимание. Благодарю за ответ. Данила. Так, Данила. Ситуация в чём? Ситуация в том, что когда человек расширяет рамку, скажем так, собственного эгоизма любым способом, да, через, а жизнь его обычно, я ещё немножечко занимаюсь различными фрактальными системами оценки личности, в том числе и астрологией, да, то, как мы связаны с космосом. И, соответственно, у человека есть определённые предпосылки того, как идёт его развитие. Кому-то Вселенная, там, Бог, высшее сознание, поручает освободиться от собственного эгоизма через взаимоотношения с другими людьми, кому-то через свою деятельность, а кому-то через осознание своей, например, культуры и своего, родства со своим народом, например. Вот любой процесс расширения сознания является процессом духовного развития 100%, потому что чем шире мы смотрим на мир, тем, чем больше мы свободны от собственных мнений, тем больше в нас входит нашего подлинного духа. Чем честнее мы сами с собой, тем больше нам силы даётся на то, чтобы жить в согласии с этим духом. Вот ответ такой. Поэтому да, способствует, конечно же. А критерии всегда очень простые. Есть только один критерий – рост внутренней честности. Критерий духовного развития – рост внутренней честности. Вот если нет внутренней честности, нет духовного развития. Если есть внутренняя честность, то вот оно где-то там уже проявляется. Очень хороший посыл. Внутренняя честность обязательно должна присутствовать. Не пытайтесь обмануть себя самого. Она не получится. Будет плохо потом. Так, идём дальше. Вопрос эфира от Вингтора. Здравия и Бога, успехов, помощь! Тебе, Александр. Так как по теме передачи о культурной общности народов мой вопрос, как жители Мещеры, таков. Нам со школьных лет твердят, что Мещера, Меря, Мурама и так далее – это какие-то финно-угорские племена. Но многое из моего личного опыта подсказывает мне, что это всё славяне. Александр, прошу тебя высказать своё мнение по данному вопросу. Благодарю. Второй критерий духовного развития. Можно я продолжу? И его, соответственно, сюда передаю. Второй критерий духовного развития человек понимает. И это как раз таки будет являться ответом на вопрос Вингтора. Второй критерий духовного развития – это то, что человек в какой-то момент обнаруживает источник мудрости, знания и правды внутри себя. Иначе невозможно. То есть он обнаруживает Бога внутри себя. Не где-то внешнего Бога, который как раз таки является тем самым Богом, о котором мы с тобой говорили, что он ложный и придуманный. А вот того самого истинного Бога он обнаживает только внутри себя. Не на иконах, не на живописях. Он может, конечно, увидеть какие-то отголоски там, но он в первую очередь внутри. Поэтому второй критерий духовного развития – человек начинает полагаться на свою собственную интуицию в важных вопросах и сонастроен со своей внутренней чистотой. Поэтому если, Вингтор, вам кажется, что и вы ощущаете это, и для вас это является интуитивным, чистым знанием, что это так, то тогда, если у вас смелость жить в соответствии с этой истиной, и если это так есть, то тогда вы достигли всего того, чего нужно в этом мире, в своей жизни. А если, опять же, сказать свое мнение, то я что-нибудь там промню, и это не будет являться ничем полезным для вас, разумеется. Поэтому стараюсь по минимуму высказывать свое мнение, оно не особо полезно. Хороший ответ. Опять же, разберись, кто ты, почувствуй, и тогда ты поймешь, что дальше делать, в какую сторону тебе грести. Вопрос в эфир от Антона. Как думаешь, насколько должна быть развита ответственность у осознавшего, осмыслившего, осмысленного человека? Благодарю. Слово ответственность – это… Я люблю заменять слово ответственность на слово сила. То есть ответственность – это такой второй компонент силы. Просто история про то, что мы на самом деле обладаем, ну, разумеется, многие воспринимают Бога как источника, источника чего? В том числе и творческой силы, то есть определенной мощи творческой для создания собственной реальности. Так вот, ответственность без силы существовать не может. Если мы ничего не сотворили, то о какой ответственности можем говорить? Нас, к сожалению, достаточно сильно программируют с самого детства о том, что мы должны нести ответственность за что-то, хотя выбора и пространство для проявления собственной силы общество нам особо не предоставляет. Поэтому я бы посоветовал бы, если это можно, сначала сосредоточиться на том, от чего я хочу, и вообще могу ли я себе позволить это проявить в этом мире, могу ли я востребовать собственную силу и проявить ее в мир. И вопрос ответственности тогда решится сам собой, потому что вы таким образом будете встречать ваши собственные творения, и процесс обретения ответственной мудрости внутри вас, он только ускорится. А рассуждать об ответственности в отрыве от творящего человека невозможно. Невозможно говорить об ответственности ребенка, об ответственности ученика в школе, об ответственности винтика системы, потому что у него нет никакой ответственности. Потому что у него нет никакой свободы и творческой силы. По крайней мере, он ее не востребует. Это сейчас, Антон, не про вас, я в целом говорю. То есть вопрос в том, что ответственность очень быстро решается, когда человек активирует свою творческую силу, потому что он сразу же видит результат и сразу же может его оценить. И ответственность ее даже не надо развивать, она просто приходит в твою жизнь и живет с тобой, и все в порядке. Это как ребенок. Ты породил ребенка, и он живет рядом с тобой, и вот-вот твоя ответственность. Вот твоя ответственность. Она развивать ее или не развивать это, как ее можно вообще развить? Антон сразу реплику в чате запустил. А за свои действия ты не несешь ничего? Я вижу их результаты, я вижу их плоды, и соответственно это то, что я несу, разумеется. Но у меня нету мысли о том, что у меня нету в начале какого-то страха и опасения перед тем, как проявить себя. Потому что опять же, если ты действуешь из силы, и это уравновешено, из творческой силы, и это уравновешено внутренней частностью, какой-то чистотой, то тогда тогда тебе нечего бояться. Тогда тебе нечего бояться. Я просто люблю все эти разговоры об ответственности, но я не совсем их до конца улавливаю, потому что это концепция, которая создана для манипуляции общественным сознанием, не только и всего. Так подожди, Александр, здесь тогда получается опять подмена понятий. Слово ответственность не несет никакого страха или запугивания изначально. Конечно, конечно. Это идет от слова ответ. То есть, когда тебе говорят привет, ты говоришь ответ. То есть, тебя приветствуют, тебе говорят здравствуй. Ты говоришь здравствуйте, ты отвечаешь. То есть, тебя приветствуют, ты отвечаешь. Никого страха здесь нет. Речь идет о том, что мир всегда ответ нам дает. Да, поэтому как можно нести или не нести ответственность, если мир тебе всегда этот ответ дает? Как ее можно развивать, если мир тебе всегда дает ответ? Сейчас, продолжу. Так вот, просто изначально, ты когда сказал про страхи, да, вот так изначально слово ответственность не несет никакого страха под себя. Это то, что человек понимает, как ты сказал, я слежу за тем, что происходит. По сути, это и есть часть ответственности. Первично ты осознаёшь, что делаешь, а потом ты справляешь. То есть ты даёшь ответ тому, что произошло, корректируешь. То есть сделал это, получил в ответ это, и ты также продолжаешь отвечать. То есть пинг-понг туда-сюда, туда-сюда, и ты корректируешь. У меня немножко другая позиция. Если мы здесь делимся индивидуально. У меня позиция несколько иная. Вообще то, что мне мир возвращает, это частично характеризует меня, частично характеризует мир. Поэтому мне интереснее не ждать, чем мне мир вернёт по этому поводу, а мне интересно быть просто честным с самим собой. Поэтому если что-то для меня честно и ощущается как чистое, как экологичное, как правильное, как согласованное с моим внутренним богом, то тогда я не буду ждать пинг-понга или ответа от мира, и вообще не буду на эту тему думать как-то специально и озадачиваться на эту тему. Потому что здесь в этом нет смысла. И поэтому слово «ответственность» здесь в целом передо мной не встаёт как таковое. Ну ладно, хорошо. Тогда мы переходим к слову не ответственность, а ответственность. То есть когда человек ведает, что делает. Не ждёт ответа, а ведает. Вот тогда слово «ответственность» здесь подходит больше, а не ответственность. Конечно, чудно. Хорошо. Разобрались с этим вопросом. Идём дальше. Так, с Антоном или с репликой тоже разобрались. Вопрос в эфир от Владимира из Матищ. Каждый раз слушаю радио и удивляюсь, насколько мы трое разные, ведущий, гость и я. Александр, в начале программы ты использовал термин «бессмертие». Дай, пожалуйста, определение и проведи примеры. И ещё вопрос. «Зачем силы Вселенной рождают сознание, которое будет изнасиловано и распилено бензопилой на части маньяком, представляющим себе, что это игра?» Ну, мне есть два типа восприятия. Когда я получаю какой-то вопрос, то всегда есть вилка, как среагировать. Можно среагировать на тему вопроса, а можно задать вопрос, а кто вообще задаёт этот вопрос. Мне было бы очень интересно познакомиться с этим человеком, потому что... Объясню сейчас, почему. Во-первых, потому что какое сознание могло породить и какое мироощущение могло породить предпосылку о том, что силы Вселенной и сознание рожают, что о том, что оно будет изнасиловано. И не то, что маньяк кого-то пилит бензопилой, представляя себе, что это игра. То есть, о чём разговор? Если можно как-то это конкретизировать, на мой взгляд, просто все предпосылки здесь не являются истинными, поэтому я бы, наверное, не знаю, как ответить. Что касается первой части, бессмертия, то... Алексей, ты не помнишь, когда я употребил это слово, в каком контексте? Да, видимо, проскочило как-то, вот он за него и зацепился. А вообще, Владимир, сразу скажу, с Владимиром многие хотят познакомиться, потому что он вопросы задаёт очень интересные часто. Нет, я абсолютно понимаю, я абсолютно понимаю, как бы примерно ощущаю даже какое-то намерение вопроса, но я просто глубоко не согласен внутренне с тем, что... Что, во-первых, то значение, в котором здесь употреблено слово «игра», во-вторых, то, что человека можно назвать маньяком или как-то ещё, тем, что такой сценарий как бы проявляется, как, ну вот, где-то, да, где-то есть играющий маньяк, который кого-то пилит, потому что всегда за этим стоит куда больше, куда более глубокая система, куда более мудрая система, куда более какая-то возвышенная история про обретение силы, про самопознание, которое иногда выражается грязно, иногда выражается чисто в этом мире. Но с моей позиции у Вселенной всегда намерения чистые, и сознание рождается всегда с чистыми намерениями. А что мы тут сделаем на низких вибрациях? Это наша ответственность, если можно так сказать. Что касается бессмертия. Бессмертие — это естественное состояние. Смерть — это вещь достаточно иллюзорная, и поэтому давать примеры бессмертия, я думаю, что мы здесь все три самые разные люди, являемся типичными примерами бессмертия. Потому что смерть так или иначе завязана концепцией времени, а время, как понятное дело, есть только в трехмерной реальности. В то время как физики насчитывают до 11 измерений пространства-времени. Поэтому такие вот размышления на эту тему. Если взять, опять же, какую-то там цитату из древних каких-то славянских или русских письмён, то там мы обнаружим такое интересное заявление. Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы её не найдёте. Очень интересное заявление, которому многие тысячи, десятки тысяч лет. Так что, в общем-то, ты сказал, что такое бессмертие, я думаю, удовлетворил. То есть, так можно сказать, внимание, которое было в этом вопросу, посвящено от Владимира Измытича. Идём дальше. От Олега из Иркутска вопрос... А тут ещё дальше вот был... А, да, всё верно, да, Олег из Иркутска. Да, из Иркутска. Здравия. Следующий вопрос Владимир Измытич ответил, и мне он очень понравился. Хорошо, хорошо, дойдём, дойдём до него. Так, Александр, здравия. Где, по твоему мнению, та здравая грань между понятиями уживания с кем-либо, при этом сохраняя свою самобытность, и приспособлением, подстраиванием, прогибанием под кого-либо общность, народ, точку зрения, культуру, моду, образ жизни и так далее. И чем отличается сознание от подсознания, ум от разума, и что такое интеллект в твоём понимании? Благодарю, Олег из Иркутска. Да, хороший вопрос, такой большой, включающий. Здравая грань между понятиями желания с кем-либо, при этом сохраняя свою самобытность и приспосабливания, подстраиванием, прогибанием под кого-либо. Так, во всех ситуациях, где мы обладаем, принимаем решения, исходя из внутренней свободы, там эта грань находится очень просто. Во всех моментах, когда наша свобода определённым образом без нашей воли, без нашей воли, забирается, то в таком случае это дисгармоничный процесс. То есть компонент свободы если сюда добавить, а так как мы естественно свободны, в здоровом состоянии каждый человек является свободным, то любое состояние уживания с кем-то, прогибания, создаёт в человеке болезнь, вводит его в состояние нездоровья. Поэтому здравая грань лежит в осознании того, что всё сотрудничество может базироваться на свободной воле, на свободном выборе. Если это происходит так, то всё здорово, всё хорошо, всё прекрасно, как любые отношения между людьми. Дальше. Чем отличается сознание от подсознания? Простым языком сознание – это то, что мы знаем о себе, то, что мы видим в себе, подсознание – то, что мы не знаем и не видим о себе и то, что проявляется рефлекторно. То есть сознание – это то, что мы видим и можем контролировать, можем направлять, подсознание – это то, что проявляется рефлекторно в ответ на реальность. Но это такая более психологичная история и более психологичное деление. Конечно же, не существует какого-то отдельного сознания и подсознания. Это все единый процесс человека, человека-дефис-бога и так далее. Ум от разума слова. Я думаю, что здесь как раз-таки вот мой соведущий может семантически это дело разобрать. Конечно, приставка «ра» здесь поможет. И что такое интеллект в своем понимании? Интеллект – это набор стратегий когнитивного ума. То есть набор стратегий мышления, которые мы собираем за свою жизнь. Вполне себе такая компьютеризированная вещь. Интеллект в моем представлении никак не связан с душой, духовностью и сознанием как таковым. И является лишь инструментом, который это сознание вмещает. Поэтому интеллектуальный человек не значит, что он может… Это не обязательно гарантирует, что он обладает какими-то качествами или характеристиками человека духовного или человека, любое качество, которое можно спроецировать на него, добрый, сострадательный или какой-то еще. То есть это не гарантирует. Интеллект – это просто набор стратегий без содержания. Да, согласен с тобой полностью. Бывают интеллектуальные мерзавцы. Конечно. Которые абсолютно бездуховные, бездушевные. То есть интеллект – это компьютер. Но интеллект прекрасный вообще, замечательный. Его бы интеллекта в мирных целях вообще бы не было. А по поводу, если уж хочешь так тоже разобраться, чтобы я помог нашим радиослушателям с точки зрения ум-разума, чем отличается, то здесь очень простое понятие. Есть понятие «разумею», есть понятие «умею». То есть умение – это какой-либо навык, который человек уже приобрел в жизни, утвердил его и применяет. То есть он может, например, крутить гайки и заниматься с другим делом. Ехать в машине, разговаривать, при этом слушать радио, махать руками, и при этом ни в аварию не упадет. Это его умение. Он приобрел это умение, навык. А разумение – это то, что он способен проникнуть в суть вопроса, чтобы потом дальше, вникнув в него, привести в разряд умения. То есть уму скормить, и ум дальше через какие-то практические действия, через моторику, это переведёт в состояние умения. Поэтому здесь приставка «ра», она как раз может также упомянуться, то есть осенение от божественного. Озарение. Озарение, осенение. Раз – вот тебе пришло. То есть раз – умение. Раз – с умением. То есть когда через божественные косы… Мными словами – сотрудничество ума и божественного человека. Да, когда слияется вместе, и ты начинаешь с ситуацией разбираться, и она тебе становится понятна. Вот осенило тебя, всё ясно, хорошо. Вот это разумение. Говорят, произошло недоразумение. То есть недопоняли. Бывает. А вот тут «да, разумею», что ты говоришь, отлично. «Разумею», что ты делаешь, здорово. Теперь сам делаю. Это уже переходит в разряд ума. Ну ладно, идём дальше. Видишь, какие интересные вопросы задеваем, да? Разбираем. Вопрос эфира от Владимира Изматища. Каждый человек наверняка помнит свою первую мысль. Я помню… Слушай, как интересно он поставил, да? Помните? Я помню, что был маленьким, вышел ночью во двор, посмотрел в небо, долго смотрел и произнёс, «Чё я тут делаю? Как меня занесло сюда? Звёзды, заберите меня обратно. По вашей теории, родовой нити, поле мизицев, я пришёл со звёзд?» Сейчас скажу то, как я это воспринимаю, вижу и разумею. Каждый человек, так или иначе, душа каждого человека пришла со звёзд. И… Ну, просто потому что… Просто потому что есть такая точка зрения на этот счёт. Просто потому что это то, что резонирует с каким-то моим внутренним нутром. Почему? По двум причинам. Во-первых, есть достаточное количество у тех культур, которые являются древними на этой планете, в том числе, на самом деле, и у славянской культуры, праславянской культуры. Есть определённые намёки на звёздное происхождение. Обычно, обычно, это происхождение обосновывается этими культурами, например, австралийской культурой, полинезийской культурой, указывает на созвездие Плеяд. В славянской культуре это стожары, если я не ошибаюсь, которые становятся со временем священными этих культур. И иногда в воспоминаниях и в текстах упоминается о том, что как раз-таки предки пришли вот оттуда. Поэтому, если мы будем с этой точки зрения судить, то, конечно, мы обладаем все каким-то звёздным происхождением как биологический вид. И есть некоторые косвенные факторы с другой точки зрения, с научной, что у нас наше земное тело, оно не является окончательным плодом эволюции, и у нас есть некоторые вещи, не особо рассчитанные для жизни на этой планете. Например, брикозное расширение венц у человека как заболевание может проявляться только, если его тело создано для другого атмосферного давления, для жизни в другом атмосферном давлении. Ну, как бы мы то ни думали, мой ответ здесь такой. Я думаю, что каждая обладает звёздным происхождением, раз, как душа. И у нас есть эта ностальгия, и у нас есть это интегральное восприятие себя как ребёнка космоса. И два, если это ваша внутренняя истина, это резонирует как чистое, то тогда почему бы вам не сделать это вашей правдой и не доверять этому? Ответ такой. Хорошо, хорошо. Я, знаешь, что хочу от себя тоже так добавить, может быть, это будет полезно в дальнейших рассуждениях, немножечко расширить наше представление о тех теориях, существующих происхождение человека на Земле, которые, в принципе, которые есть так очень глубоко с точки зрения древней русской ведической школы разобрать, они друг другу не противоречат, они друг друга дополняют. Сейчас объясню, почему. Значит, есть дарвиновская теория, что вот что-то здесь произошло, зародилась жизнь, она развивалась, эволюционировала, появились существа, похожие на человекообразных, и из них в дальнейшем произошёл человек. И дальше, когда он стал осознавать себя человеком, он стал этот мир познавать и называть вещи своими именами, то есть придумывать названия, слова и так далее. Сформировались языки, общности и так далее. Боги, в частности, и всё остальное. Это дарвиновский вариант, который присутствует иногда в неких религиозных течениях, в частности. Дальше, религиозный, чисто религиозный, который сейчас правильно называть еврамическим. Он говорит о том, что… Да, некогда кто-то, называемый себя во второй части особенно, если мы берём во второй части уже, не в первую часть, где боги угазываются, когда там и мужчины, и женщины по образу и подобию, это мы пропускаем. Со второй части сразу начинаем, как это любят цитировать. Так вот, некогда кто-то, или Яхова, или Яхова, или Ягова, он же создал себе некий удел, и там земля была пустынная, некому её было возделывать, и тогда он из праха земного создал себе человека, которому запретил всё, кроме как поедания плодов, с древа жизни, но не с древа познания. И вот, типа, было нарушение, потом, значит, естественно, через колу и так далее. И дальше вот всё пошло, и все произошли от него. Третий вариант, он такой, что, как говорят учёные, до хрена его знают, вот так по снародью, да? А четвёртый вариант, он как раз тот, то, что называется древневидическим, когда в определённый момент более 600 тысяч лет назад эта земля начала колонизироваться нашими предками, которые сюда прилетели. А первое посещение было более чем полтора миллиарда лет назад. Но тогда ещё земля не была готова для полного проживания, там был запущен процесс подготовки, эволюционный, кстати, отчасти. А где-то там 600, в этом диапазоне, от 600 до 800 тысяч лет, ну, сюда стали прилетать наши предки. Здесь я, Алексей, абсолютно не противоречу, потому что все эти три теории уживаются. Да-да-да, вот я про то и сказал, что они уже, я не сказал, что и противоречат, я сказал, что они друг другу не противоречат. Почему? Потому что когда сюда, ну, понятно, что кому-то это непонятно. И тело было подготовлено. Да, и так далее. Вот, я немножко про другое сейчас просто закончу. Что, опять же, если мы отталкиваемся от вавилонских или шумерских писаний, или шумерских писаний, или более древних, которые немножко не связаны с ведическими, то там говорится о том, что Адама, то есть созданный из праха земного, был создан богами для того, чтобы здесь что-либо делать. То есть боги всё-таки здесь присутствовали. Если мы понимаем, кого называли древними богами, то достаточно обратиться в индийский эпос и в американский, южноамериканский эпос. И там, понятно, кого не называли. Это светлокожие, высокие люди с бородами, цвета льна, у которых волосы, синие глаза и так далее. Вот, поэтому стало понятно, что был у нас и прилёт сюда космический, где наши предки обосновались и указывались конкретное место, и когда это всё было. Были и те существа, которые, как боги, здесь кого-то создавали для того, чтобы здесь что-то делать. Были именно пробирочные такие, вот, как типа Адама там создали в пробирке, ну, и всё нормально, он продолжает. То есть все эти ветви существуют, и они друг другу не противоречат, и все эти теории тоже существуют, и они друг другу не противоречат. Вопрос просто, какая вам ближе и к кому вы себя относите. Вот и всё. Здесь можно я ещё добавлю про некоторые акценты, которые очень часто у людей есть, вот именно в восприятии, например, теории поля контакта. Во-первых, мне ближе восприятие того, что, во-первых, есть среди вот такой метафизической, эзотерической мифологии, представление о том, что человек был создан как раб для добывания там золота, какими-то рептилоидами и прочая вот история. Конечно же, это такое невежественное восприятие процесса, и вполне логично, что здесь нужно учитывать состояние сознания тех людей, которые, соответственно, были заселены, которыми были заселены, которые воспринимали этих богов. Потому что для низкого сознания любой тот, кто превышает силы, силой тебя, он король, а ты его раб, и ты должен бояться, и так далее. Поэтому не всегда те описания, где выставляют, скажем так, наших звёздных предков какими-то агрессивными захватчиками, могут соответствовать действительности. Это раз. И два, не всегда то, что говорится там о пробирках, тоже может быть соответствовать действительности, потому что вполне вероятно, что процесс осеменения и заселения Земли вёлся естественным путём через классический путь взаимоотношений или каких-то энергетических, скажем так, слияний между уже подготовленным эволюционно человеческим существом, который здесь существовал, и более высокой цивилизацией. Поэтому здесь вот как бы... Мне хочется везде добавлять акцент любви, уместности и определённой благожелательности во всей истории творения, потому что человек, разумеется, всё судит с позиции страха, это для него естественно. Мне кажется, что там чуть-чуть было больше любви в этом процессе, потому что те же древние, например, гавайцы, которые ведут своё летоисчисление 40-50 тысяч лет назад, ведут свою историю, то есть они помнят, и у них всё это указано. Они говорят, что те люди, которые их заселили, они оставались друзьями, они обучали мудрости, они помогали жить, и они не были захватчиками или рабовладельцами. То есть вот этот акцент, ну, почему-то, возможно, кому-то срезонирует, мне захотелось добавить. Благодаря добавлению, надо учесть, что не только гавайцы, но и те люди, которые относятся к нашей разновидности человека, они тоже помнят, что у нас было множество календарей, там и 120 тысяч лет, и 600 тысяч лет, и много-много другого. Так что кое-кому, даже к гавайцам далековато. Ну ладно, я хотел уточнить, ты не первый раз употребляешь слово «любовь», а что ты имеешь в виду под этим словом? Что это за образ такой? Что это за понятие? Ну, мастера говорили, что Бог есть любовь. Любовь – это принцип, который лежит за пределами того, чего можем о нём считать. То есть любовь в человеческом организме, например, да, как мы обычно считаем, да, любовь – это состояние, это состояние его подлинного существования, да, когда есть жизненность, когда есть радость, когда есть вот здоровье и гармония в чистом виде. Если это, ну, как бы, любовь ощущается в теле. Если любовь ощущается в математике или физике, мы видим равновесие, мы видим баланс, мы видим гармонию. Если мы посмотрим на Солнечную систему, где все константы, массы, все возможные физические, тонкие настройки, атрибуты так синхронизированы, чтобы Вселенная и наша Солнечная система держались в равновесии внутри себя, то это любовь в чистом виде, только выраженная в физике. То есть в некотором смысле любовь – это константа, принцип гармонии, который лежит за пределами всего существующего, и это принцип, поощряющий жизнь. То есть это определенный благожелательный принцип. Поэтому все то, что противно принципу любви, ну, например, подчинение, унижение, все то, что оно рано или поздно вырождается, оно уничтожает само себя. Поэтому если бы Вселенная не была бы основана на принципе поощряющем жизни, то ее бы просто бы не было. И это как бы не нужно даже доказывать, это то, что человек может ощутить в сердце самого себя, если представить, что вот какой принцип вообще внутри него является самым главным. окажется, что это определенная благожелательность, потому что без нее человек просто не смог бы существовать. Вот такой ответ, очень скомканный, потому что можно много об этом говорить. Да, такое понятие широкое, но если мы вернемся, опять же, к русским нашим представлениям, то любовь – это, так можно перевести, как люди богов ведают. То есть, если ведать слово – это мудрость, то получается, знаешь ли ты божественную мудрость, воспринимаешь ли этот мир, какой он есть, принимаешь ли, как он есть, созданный богами, или ты ему противодействуешь, то есть, являешься богоборцем, являешься таким революционером, который все хочет переделать, только подчиняешься своему эго, своему представлению. Вот это вот понимание любви и нелюбви. Поэтому вот как-то так. Здесь тоже никакого противоречия нет. Да, да, да. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Один из вариантов этимологии слова «игра», где «иго» – это правило, порядок, и «ра» – это свет, и, то есть, игра – это правило, света, или другими словами, тот жизненный алгоритм, вибрация, которая настраивает людей на созидание и творчество во всех проявлениях человеческого бытия в мире яви. Дьявол, где «дий» – это бог-жрец, а «вол» – это бык, то есть, это один из образов бога Виллиса, бога, хорошо, так развернул, да, бога мира Нави. Не кажется ли тебе, что люди разделяют разное понимание, людей разделяют разное понимание и толкование одних и тех же понятий, слов, явлений, и так как нет общей, изначальной для всех образовательной системы познавания мира, мировоззрения и мировосприятия. И как ты видишь, безболезненное объединение всех, условно скажем, белых народов под одну ведическую систему и один язык, как и было в древние времена, согласно многим писаниям, чтобы впредь избавить расу вот этой семантики и разности определений. Ну, а дальше там идёт к тебе пожелание, я его читать уже не буду, это лично тебе. Так, ну вот такой, в общем-то, достаточно развернутый вопрос. Так, значит, Олег из Иркутска, ситуация следующая. Я сейчас скажу, как я думаю, и, возможно, это понравится, возможно, это не понравится. Что делать? Но прими с любовью, да? Но прими с любовью. Вот мы здесь все, да, можем смотреть на себя двояко. Смотреть с позиции таких вот ностальгирующих старичков, которые говорят, а вот раньше там все жили, хорошо так было, а вот молодёжь что делает, что творит, как бы их заставить жить, как раньше, да? Либо с позиции того, что мы всё-таки являемся как бы частицами Бога, которые находятся на передовом крае реальности, и мы творим новое. И новое не всегда является точной калькой со старого. И вообще задача-то как раз-таки и творение не в том, чтобы копировать, да, то, что было раньше, а создавать новые варианты. Поэтому если мы говорим о том, что весь мир должен объединиться под каким-то ведическим мировоззрением, конечно же, такого никогда не будет. Вот просто вот я разочарую, никогда такого не будет. И можно это принять, можно не принять. Но никакая старая древняя система верования никогда по всему миру опять не расплодится. Потому что человеческое сознание растёт. И рост человеческого сознания выражается ещё и в том, что мы идём к такой системе верования и знания, которая раньше не была возможна просто в силу того, что человек не обладал таким уровнем осознанности. И есть существенный водораздел между сознанием древнего, который вообще породил весь мир и весь тот ад, в котором мы живём, от сознания, к которому у нас есть шанс прийти. Это сознание центрированное на внешнее, ориентированное на внешнее, или это сознание центрированное вовнутрь человека. Вот если мы говорим о каких-то концепциях, о семантике, об едином языке, то мы говорим, а давайте мы всем скажем, как оно должно быть. Все, чтобы верили в одно, думали одно, и знали одно. И это тоже вот там, где дьявол кроется, или Велес, и так далее. Если мы идём к тому, чтобы... И, такого никогда не будет, потому что у человека всегда есть творческий запрос на разнообразие, на свободу, на сделать по-своему. Это не только эго, это ещё вот это отступление от общего, выход из строя. Это абсолютно естественно для неповторимого бога, которым является каждый человек. Поэтому нам имеет смысл думать не о том, как бы всем научить и создать единое поле и объединить всех людей под единой верой, а нам бы неплохо было бы думать о том, как сделать так, хотя так даже делать не надо, а как было бы здорово, если бы каждый человек мог найти вот этот разум, то есть соединённый с Богом, внутри самого себя, и не единое какое-то универсальное творение, которое ему поручили делать, он будет делать в согласии с этим разумом, а выразить свою неповторимую основу, которой нет ни у одного другого человека на этой планете и никогда не было. И создать что-то такое новое, которое никогда не было до этого, возможно, язык, культуру, письменность и семантику. И не обязательно это должно быть для всех понятно и для всех удобоваримо и не обязательно должно быть соответствовать каким-то ведическим канонам. Вопрос просто про то, что если человек может быть центрирован на Бога внутри себя и обладает вот этим разумом, то тогда становится не нужно никакая внешняя мораль, никакая внешняя культура, она не то, что не нужна, она становится необязательной, потому что нравственность, мораль и культура начинают течь внутри человека. Ответ вот такой, немножечко эмоциональный, потому что, ну потому что вот так вот поток пришёл. Да потому что вот. А, да. Скажи мне, пожалуйста, кого можно считать более развитым и с точки зрения понимания мира? К примеру, папуасом, который бегает с копьём за поросёнком или там убивает себе подобного или людей, которые летают в космос? Я полагаю, что ни того, ни другого, потому что... Интеллектуально более развитым для начала. Интеллектуально понятно, да, мы здесь, это вопрос, ответ очевиден, потому что интеллект это просто наоборот стратегии. Хорошо, ясно. С одной стороны. С другой стороны, даже нет, потому что у папуаса тоже есть свои вполне себе стратегии, которые объясняют его выживание и гарантируют ему выживание. Поэтому здесь тоже можно поспорить. Возможно, что папуас умеет различать 40 видов листьев лианы и 15 способов сушения. Согласен. Хорошо, кто о мире знает больше? Тот, кто уже летает в космосе или папуас, который смотрит на звёзды? Мы не знаем, потому что космонавт, который смотрит в космосе, он, отрываясь от геомагнитной сферы Земли, он может видеть видение сны, и у многих космонавтов такое было, которое даёт очень интегральное вполне себе представление о реальности. В то же время папуас может обладать такой близостью и связанностью с Землёй и такой любовью и такой как бы личностным отношением к Земле, что тоже это будет давать ему связанность и духовность. Хорошо, хорошо. Если вдруг папуаса того же, который только что смотрел на звёзды, мы превращаем в космонавта, он проходит курс подготовки и отправляем, он с точки зрения знаний обогащается, его объём знаний увеличивается. Знаний, конечно. Так, он расширяется в кругозор. Тут он знал только про Землю, а тут он узнаёт ещё про Землю с точки зрения вида сверху, про космические элементы, которые вокруг летают и так далее. Да, да, но духовность может не вырасти. Да, естественно, что духовность может остаться на том же уровне. Но теперь следующий вопрос. Значит, мы разобрались, что один из показателей общего количества знаний и представлений о мире, то есть видовства, скажем так, он ещё отталкивается от тех технических возможностей, которые присутствуют у человека. К чему я это сказал? Что если мы берём, например, библейский вариант появления человека, то в этом случае человек, вот как он был рождён, ему было всё запрещено, и он познавал мир через страсти и боль, которую ему обещал Господь. Если же мы берём другой противоположный вариант, что мы потомки богов, которые сюда прибыли, на Землю, значит, если они прибыли, у них были космические корабли, и они пролетели не с соседней планетки, они пролетели откуда-то издалека. То есть космические корабли были выше уровня того, который мы сейчас имеем. Точно. И да, это говорит о том, что мы сейчас или рассматриваем в целом, что были разные ветви происхождения людей, или упираемся только в одну. Вот я в последнее время чаще всего слышу только одну, хотя и поговорили о том, что да, наши предки проверяют всюду, но всё равно возвращаемся к тому, что всё равно библейский вариант все берут из основы. Так вот. Я не беру, я просто абсолютно про него не упоминаю. Но я не сказал, что это ты, я просто говорю, я часто слышу это. Я не тебя конкретно имею в виду в данном случае, я просто как бы для рассуждения. Так вот, если мы рассматриваем то, что предки одного из вида или подвида людей сюда прибыли с других планет, они были более высокоразвиты, и если даже учесть то, что они сумели создать высокоинтеллектуальных существ, в котором и совесть, некоторым доступно, и понятие «любовь», некоторым доступно, это означает, что у них как минимум это всё было. То есть они были не только технически развитые, но и с точки зрения совести и любви у них было всё хорошо, иначе подобное ты себе не создашь. Абсолютно. Это говорит о том, что они сумели создать такое, что вот даже с точки зрения библейщины, извините за такое расхожее слово. Так вот, мы должны рассматривать, что существует не только эволюционный вариант развития человека, но и разрушительный. Когда предки одного из подвидов человека были высокоразвиты, но потом каким-то образом их откинули на уровень обезьян с топорами, и которые сейчас потихонечку пытаются достичь хоть какого-то уровня технологической развитости. Естественно, что ползя по этим олеанам развития, эволюции к тому уровню, который когда-то у них был, то есть вспоминая тот уровень, не до конца удается быть в ладу со своей совестью, не в ладу с природой и так далее. То есть я к чему это всё такую длинную терапию произносил? Что я предлагаю рассматривать не только дарвиновский или библейский вариант развития человека, но и вариант, когда была деэволюция по каким-либо причинам, и тогда что-то было намного лучше. И вот сейчас мы пытаемся вернуться туда, во что-то лучшее. И если всё-таки мы возьмём за основу те древние знания и умения, которыми обладали наши пращуры древности, то в этом случае может быть как раз здесь и есть один из вариантов выхода из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это означает, что почему бы нам не взять точку направленности именно то, что было, и уже учитывая современные реалии, применив то, что было, достичь того уровня совершенства, которое нам поможет стать цельным. Я с самых первых строк начал понимать твоё намерение. То есть я абсолютно согласен с тем, что, конечно же, когда-то мы были как души, когда-то как цивилизация, мы были выше уровня, чем сейчас. И в уровне осознанности, и совестливости, и, возможно, технологий тоже. Тем не менее, я глубоко убеждён, глубоко убеждён, что это, опять же, ну вот моя истина, моё представление о том, что не бывает двух одинаковых исторических этапов. Раз, и всё-таки, если какие-то наши предки прилетели и создали здесь поселение, и мы живём как наследники этого, то их двигало какое-то эволюционное намерение, то есть намерение привнести развитие, привнести сознание, возможно, в нашу частичку Вселенной. Там уже есть много, как это можно накрутить. Соответственно, вот копировать и привносить то, что было раньше, бездумно, является, конечно же, не самым корректным способом, потому что наша как раз-таки здесь задача, возможно, что создать что-то новое, создать что-то уникальное. При этом, если копирование, если процесс повторения и возврата к мудрости древних проходит через внутреннюю частоту, тогда я здесь ни в коем случае не буду говорить об этом против. Но, тем не менее, когда мне на слух попадается, давайте мы объединим все народы, ну, сейчас я не к конкретному вопросу, это достаточно расхожая вещь в массовой культуре, а давайте мы объединим все народы под нашей ведической, нашей буддийской, нашей какой-нибудь другой философией, потому что она самая исконная и самая-самая древняя из всех древних, и поэтому самая мудрая, то в этом есть немножечко диалог, на мой взгляд. И мне хочется просто поставить акцент именно на внутреннюю мудрость, на внутреннюю частоту каждого человека. Мы здесь все-таки каждый раз воплощаемся уникальными, новыми и не такими, как были раньше. Я с тобой согласен, поэтому я ключевые запустил два слова. Вот ты абсолютно верно сказал, конечно. Что надо учитывать современные реалии и не просто тупо копировать, что было когда-то. Ну, невозможно сейчас то, даже если учесть, что там была мудрость, величайшая, вот эту вот величайшую мудрость засунуть в то убогое, что у нас сейчас есть. Ну, опять же, условно, убогое под современным понятным. А, конечно, с точки зрения духовности мы идём к тем же самым принципам, которые были в Рече-Солянске, в Лемурии, где угодно. То есть мы идём к состраданию, к миру, к уважению, к духовному содержанию внутри. Ну, вот, конечно. Да-да-да, надо учитывать просто современные реалии, то, насколько деградировал или, наоборот, развитой является человек, деградированный или развитой, и уже под него подстроиться, дав возможность ему развиться на новом этапе с учётом современности и чего-то древнего. Вот в этом случае возможно. Если сейчас мы возьмём палки и всех будем загонять в светлое будущее на основе ведической или какой-то другой мировоззренческой культуры. Коммунистической. Коммунистической и так далее. То в этом случае у нас будет беда. Ну, зачем нам из одной беды в другую? Давайте уж... Если намерение кого-то загонять, оно говорит о том, что с человеком что-то не то. Потому что если человек вообще думает и сильно озадачен проблемами как бы сделать в мире всё хорошо, то ему можно предложить сначала сделать хорошо в своей жизни. Потому что есть такая фраза очень хорошая, когда я... Данила Трофимова, если не ошибаюсь, о том, что когда я смог себя принять, с миром стало всё в порядке. Когда я навожу порядок в своём мире, с миром всё в порядке. Мне нравится эпизод из «Собачьего сердца» фильма, когда этот Шариков смотрится в зеркало. Иногда... Мне когда смотрел первый раз, Мир Халин мысли, неужели он человеком становится? То есть он задается вопрос, а кто я? Так смотрит в зеркало, кто я? Но нет, всё равно Шариковым остался. Так вот, в первую очередь перестаньте быть шариками, научитесь быть человеком, осознайте, полюбите, измените себя, и мир изменится к лучшему вместе с вами. Идём дальше. Вопрос эфира от Владимира Замытича. «Слушал я вас и решил написать своё определение знания, сознания и осознания». То есть он нас вместе слушал, и вот у него такое родилось. Итак, как я это понимаю, скорее всего, у каждого человека наступает событие, которое называется смертью. Своего рода это граница. Мне ясно, что через эту границу не принести ни знания, ни сознания, а вот пронести осознание, вероятно, получится. Вот и вся практическая разница. Остальное слова. А вы как думаете, что будет безжалостно изъято таможенникам при переходе к границе? Та-да-да-да. Отвечай. Ну, я считаю, что это очень хорошая реплика, она интересная, она символизирует и очень много говорит о вас, Владимир. Потому что, опять же, очень много говорит о вас, о вашем богатом внутреннем мире, о вашем образном мышлении и о вашем умении создавать очень интересные метафоры для разъяснения понятий. Наверное, да. Наверное, это именно так. Хотя я бы предположил, я бы предположил, что сознание как... Вообще сознание — это физическая история. То есть сознание — это вполне себе физическая энергия. Потому что сознание способно влиять на кванты, на кванты света, на электроны. Сознание — это определенная физическая сила. Поэтому говорить, что ее нельзя пронести через... Вот если мы возьмем не от семантики слова «оттолкнемся», а от того, что проявлено в этом мире. Поэтому, конечно же, при смерти человека сознание сохраняется. Вопрос в том, что оно, вероятно, не является обусловленным интеллектом и вот этим умом, который есть у человека, и обретает более широкое «о» сознание. В этом плане — да. Человек действительно проносит с собой «о» сознание, как расширенное сознание. или даже, скажем так, не проносит, а возвращается от уровня знания и сознания к уровню «о» сознания. Соответственно, сливается с вот этим безграничным божественным разумом или просто «ра». Если можно так сказать, да? Ну, в общем-то, да. И еще тоже слово «смерть» интересно достаточно. Если мы, опять же, понимаем его в нашем исконном смысле, то мера, вот есть мера жизни, да, вот отмеренно, говорят, отмеренно. И вот то, что наступило по мере, то есть смертью. А если мы берем еще окорчание, то есть рекущее, созданное, произнесенное или какой-то поток, твердо, то есть состоявшийся, то есть все, дальше уже пути земного нет, то есть ограничение, мера. И тогда человек оставляет здесь свою дюжонку и выходит дальше с тем, что он здесь набрался. А вот что он набрался? Вот тут уже вопрос к таможне, да? Ну, абсолютно точно, что при смерти мы разобуславливаемся от ума, разобуславливаемся от интеллекта, а так как он является основным источником всех наших бед, то, конечно же, чистое осознание, которым мы являемся, когда мы не здесь, оно выходит на первый план. Вот такие интересные рассуждения сегодня. Идем дальше. Виталий из Эстонии. В эфир. Человек – это проводник сил. Вопрос каких? Божественных или любых других? Нет ничего, что не было бы божественным, потому что мы все сотканы из Бога и на уровне сознания, и на уровне материи. Мы все есть сто процентов чистый Бог. Как на соке пишут стопроцентный натуральный сок, мы вот стопроцентный натуральный Бог. Вопрос просто в том, что те силы, которые не выглядят божественными, прошли через интеллект и ум и достаточной мере искажены всевозможными инстинктами, стратегиями, страхами и двойственными расщеплениями, вытеснениями и подавлениями внутри человека. Поэтому могут выражаться, как, например, игра с бензопилой, как в вопросе, который был немножечко раньше. Понятно. Так что везде там есть где-то Бог. Вопрос эфира от Владимира Зматища. Александр, ты сказал, что увлекаешься астрологией. У меня есть вопрос по этой теме. Много лет назад на заре перестройки я работал в компании и у нас был штатный астролог для консультации по заключению сделок. И он делал желающим гороскопы. Движенным и стадным чувством я подошел к нему и попросил сделать мне гороскоп. Он посмотрел на меня, спросил дату и сказал, что я свободен. Для меня нет прогнозов, я вне прогнозов. Александр, такое бывает или астролог просто прикололся? Если Владимир Зматищ найдет меня в любом, скажем так, найдет любые мои контактные данные и конфиденциально пришлет мне свои данные рождения, то я могу сказать, прикололся он или такое бывает. В моей практике бывает так, что человек действительно приходит в этот мир с сложной для понимания умом, трехмерным человеческим, сложной для понимания программы, но она всегда все равно есть, она всегда читается, поэтому возможно, что астрологу не хватило компетенции или слов, или опыта для того, чтобы это сформулировать. Я-то думал скажешь, пришлешь мне данные, тогда я поприкалываюсь. Тогда я поприкалываюсь. Отвечу за все твои вопросы. Нет, кроме шуток, вопросы замечательные, то есть, если я, возможно, на первый вопрос как-то среагировал с небольшим напряжением, просто потому, что всегда интересно видеть человека, который вплетает определенную образность, метафоричность в свое самовыражение. Это вполне себе как бы интересный, увлекательный опыт с таким человеком общаться. Ну еще бы образы маньяка с бензопилой, это круто, тем более распиливающего что-то такое божественного, это круто вообще. Надо додуматься. Я, может быть, так это, Владимиру, можете, пора уже сюжеты писать для фантастики. Идем дальше. А через фантастику людей воспитывать будешь. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Человек находится там, где его мысли. Человек находит себя там, где его мысли. Вот такая реплика. Хорошо. Окей. Типа мы не против, да? Да, я не против. Человек находится там, где его мысли. Человек находит себя там, где его мысли. То есть здесь подчеркивается то, что... То, что что? То, что там, где его мысли, там он и находится, и находит себя. Ну а там, где он находит себя, означает, что осознанно. Найти же можно себя, когда человек осознаёт, что он находит, значит, он находится в сознании. Мне кажется, что человек находит в себя там, где мысли у него заканчиваются, потому что мысли – это такая иллюзорная майя, или, возможно, что в славянском языке есть определённый аналог. Марокко, да, Марокко. Майя, Марокко присутствуют в славянском языке, они же потом перешли в восточные. Да, вот определённая мысль является определённой Марокко, и определённым процессом искажения мнения реальности, в то время как чьё его чистое осознание, оно немножечко находится в пространстве без мыслей. Поэтому человек себя находит там, где его мысли заканчиваются. Хотя, возможно, что здесь другой смысл есть, и мне сложно это комментировать. Да, как бы Морок не навёл у нас Виталий из Эстонии, я тут как закрутил. Ладно, идём дальше. Вопрос эфир от Владимира Замытища. Александр, поглядывая одним глазом сводку новостей в поисковой системе, раз в неделю попадается убийство родственников за бутылку водки. Семьи. Целые семьи идут под лезвие топора. А ты говоришь, маньяков не бывает. Вероятно, мы видим разное на экране монитора. Нет, мы все видим на экране монитора то, что мы видим. Владимир, здесь акцент был немножко другой. Акцент был про то, что... Вот я его немножко раскрыл в предыдущем ответе. Про то, что вообще как такового... Как бы вот... Того пугающего зла, с которым Вселенная согласна, или которое она санкционирует, или которое она одобряет и как-то поощряет, его не существует, и этого одобрения не существует. Просто мы здесь, как полноценные и всесильные, но в то же время абсолютно невежественные боги, творим со своей энергией очень много странных вещей. И, конечно же, это все не соответствует принципу божественности, принципу любви, принципу сострадания. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, во всем том, что мы можем обнаружить, есть какое-то трансцендентное, безграничное, божественное начало даже в самых страшных вещах. И именно уровень невежества в управлении своей энергией порождает именно то, о чем вы пишете. То есть когда мы добавляем осознанность, не дисциплину и ограничение, а именно осознанность. И когда мы помогаем людям идти вглубь самих себя, или жизнь помогает им идти вглубь самих себя, то в таком случае мы снижаем градус вот этого, скажем так, страха, и вот таких вот, таких вещей становится меньше. Иными словами, иными словами, нельзя разделять, нельзя разделять процесс вселенной Бога и любви, и процесс нашей здесь жизни в самых ее неприглядных проявлениях. Потому что единственный водораздел — это наше невежество. и когда мы устраним невежество даже в самих себе, то мы уже тем самым сильно помогаем миру тем, что наш свет начинает метафизически и физически проявляться более ясно. Почему физически? Потому что мы все еще и являемся определенными излучателями энергии, даже в том числе электромагнитной. И именно характер и узор нашей энергии действительно много дает этой планете. Но здесь уже можно адресовать к исследованиям, но тема для другого разговора. Я хочу вот о себе отметить, что существует в нашем мире и запах аромат розы, и запах тухлятины, и место, где появляются дети, и морг. Есть много чего разного. Просто каждый на этой земле находится своей программой, со своим представлением, и каждому необходимо брать что-то. Например, у меня был знакомый, который всегда везде, вот везде абсолютно, он умудрялся вляпаться в фекалии. Вот везде. Неважно, шел он в школу, или на работу, или с друзьями в поход шел. Один раз на Красной площади мы собрались, все приходим, он раз и прямо на Красной площади собачий вляпался. То есть никто это не замечает, никто это не видит, никому вот это неинтересно, никого туда не тянет, но он постоянно вляпался. То есть вот по жизни все удивлялись, ну как ты это находишь? Он говорит, я не нахожу, оно само меня находит. То есть даже глядя на одни и те же новости, казалось бы, человек обращает внимание на то, что ему необходимо сейчас по каким-то причинам увидеть или осознать, или просто заложить в виде какой-то проходящей информации в голову. Поэтому мы можем смотреть на одно и то же, но при этом описывать совершенно разное, то, что нам увиделось. Вот это как раз касаемо нашего сознания и культуры. Так что ничего удивительного здесь нет. Идем дальше. Значит, про один глаз и сводку новостей разобрались. Солнце дальше пишет. Вопрос в эфир. Александр, поясни, когда ты называешь мы... Кого ты называешь мастерами? Благодарю. Ну-ка, давай, кались. Кались, да. Ну, начнем с того, что для каждого человека, принадлежащего к определенной культуре, в этой культуре существуют определенные эталонные образы. Не обязательно они имеют конкретное историческое подтверждение, но тем не менее, есть определенный образ человеческого поведения, который ставится как пример другим людям. Разумеется, разумеется, у этих образов из культуры в культуру есть одна интересная схожесть, которая можно назвать мастерством. Чем отличается обычный человек, который живет в этом мире, от, например, Будды в том или ином его воплощении, от Иисуса, от Моисея, от Пармаханца Йогананды, от Саибабы. Тех людей, которые те или иные люди, в определенных культурах называют мастерами, обладают способностью делать что-то не так, как все остальные люди. И чаще всего в них присутствует умение и навык следовать внутреннему, нежели внешнему. Это вообще тот самый раздел, о котором я сегодня постоянно говорю. Вот мастером человек становится тогда, когда он находит определенную мудрость или разумом внутри себя и находит в себе смелость следовать ему, несмотря ни на что. И тогда в нем проявляется возможность управлять материей, исцелять других людей и так далее. Потому что он сонастраивается со своим источником Бога внутри себя, который его питает. Все же остальные люди, настраиваясь на образ мастера, конечно, не получают таких результатов или на образ какого-то внешнего Бога. В то время как мастера этим-то и отличаются, что они находят Бога внутри себя. Поэтому неважно, кого я называю мастерами из исторических личностей, важна сама суть понятия. Человек от мастера. Человек – это мастер, который еще пока не верит в наличие Бога внутри него. Вот такой ответ, такое предположение. Возможно, что есть какая-то интересная трактовка с позиции языка, которую мне было бы интересно послушать. Не, ну я сейчас не буду давать трактовку с позиции языка, как бы и так сегодня много было чё дано. Я хочу обратить внимание, что если мы говорим про мастеров вот такого высокого уровня, то надо учитывать, что для каждого народа приходили свои мастера со своим набором инструментов и своими знаниями. Поэтому были определенные корректировки и для русских людей, и для немцев, и для французов, и для китайцев. И у каждого есть свой чтимый мастер, который когда-то пришёл и сказал, вот вам, люди, корректировка, вот исходя из тех условий жизни, которые сейчас случились, например, катаклизм какой-то прошёл, да, вы там потеряли что-то, вот держите вот это, вот вам новые заповеди, вот вам новые учения, вот вам корректировка в учении, вот напоминаю, что вы жили так, верните к своему облику человеческому. И поэтому я с тобой согласен, что мастер – это тот, который вот себе это всё несёт. Вопрос только, к какому народу он принёс. У нас очень часто, ведь как это парадоксально, человек прочитает китайские трактаты и говорит «всё, всё». Ну, русский человек сидит и читает китайские трактаты, да, и там одеваться на человека, как китайец и так далее. Вот, тот там индийский как не читается трактатов. Ну, я не против этого. Я за то, чтобы человек постигал мудрости как можно шире. Но при этом человек, например, живущий в Сибири, да, читает индусские трактаты о том, как надо, например, строить жилище. Уже смешно, да? Ну, это разумеется. Да, и когда он начинает замерзать под Новый год, ему говорят «ты чудо в перьях, ты не так построил, ничего подобного, вот там вот так вот». У них там, наоборот, от юга они закрывались, чтобы солнце не попадало. Он не учитывает, что там жарко, что там под 40 температуры. Нет, он делает как-то. У меня есть, к твоим словам, ещё небольшое дополнение по поводу того, что я вообще говорю, я пытаюсь сказать, что мастер – это не конкретно исторический человек даже, а мастер – это стадия любого человека, когда он соединяется с божественностью внутри себя. То есть вот здесь такое ещё есть расширение акцента. Да, да, да. И вот как раз я к этому говорю, то есть недостаточно воспринимать мастера, пришедшего, например, к желтокожим людям или к чернокожим, как мастера для себя. Он мастер для них, потому что он несёт конкретно для них что-то. Вот в данном случае, в данной ситуации, если вы будете примирять всё как есть, ну, получится та же беда, что и состретиться на дом. Поэтому вы должны понимать, что мастера есть. Каждый мастер приходит в определённое время, в определённое место для того, чтобы определённую корректировку принести. И это всё мастера. Но вопрос, кого из этих мастеров вы признаете как своего учителя, как своего мастера, который конкретно для вас, ваше время, в вашем месте будет необходим для того, чтобы ваша жизнь стала лучше, чтобы вы улучшили себя, ваша жизнь улучшилась, и окружающим людям от этого стало лучше, и мир улучшился. Вот и всё. Если же вы начнёте ухудшать свою жизнь, взяв учение другого мастера для других народов, вы ухудшите свою жизнь, вы озлобитесь, ухудшите жизнь окружающих, потому что будете дёргать их или создать проблемы для них, и тем самым вы мир сделаете хуже. Вот и всё. Но мастера и те, и другие, и третьи. Вопрос, какого мастера надо в данном случае слушать. Это примерно то же самое. Вы хотите проснуться, надо из постели вылезать, чтобы встать на ноги, а не ложиться, наоборот, в постель. И то же самое. Хотите спать, не обязательно вам продолжать спать стоя, только потому, что кто-то на другой стороне земли, когда там светло, стоит. Ну, и встать на ногу. То есть всё хорошо к месту и в своё время. Идём дальше. Идём дальше. Вестник Богов реплику в эфир запустил. Принял всё с любовью. Новое – это хорошо забытое старое. Нет ничего нового. Под солнцем что делалось, то и будет делаться. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут. Они возвращаются, чтобы опять течь. Вот так. Ну, хорошая реплика. Я ничего против не имею. Идём дальше. Вопрос в эфир от Антона. Как ты рассматриваешь помощь окружающим? На каком уровне, в скобочках, для саморазвития, помощи им в развитии, ради финансов, либо ещё как-то? Что для тебя взаимовыручка? То есть два вопроса. Ну, этот вопрос немножко опередил своё время. Лет над 200, наверное. Потому что для начала нужно помочь самому себе. И это, между прочим, послание некоторых мастеров. Спаси сам, а вокруг тебя спасутся тысячи. Вся история про то, что... А зачем? То есть что вообще в человеке пробуждает тебя помогать... Побуждает тебя помогать другим людям? Если тебя побуждает помогать истинное сострадание, то есть не жалость и не там боль эго своего, а именно сострадание, то в таком случае этот вопрос не возникает как таковой. Но в то же время, если внутри тебя побуждает помогать надобность, долженствование, страх и желание заручиться чьей-то поддержкой, то здесь это вопрос уже к твоей внутренней чистоте. И здесь таким образом у тебя всегда на этот вопрос есть ответ. То есть нет такого, чтобы ты не знал и задавал этот вопрос не зная. Поэтому еще раз, если ты идешь во внутреннюю чистоту, то у тебя есть все ответы. И внутри тебя всегда есть этот принцип. На самом деле мы в этом мире можем помочь только самим себе по одной простой причине. Мы несем только ответственность, если вот это слово можно упомянуть. То есть наша сила лежит только в рамках нашего тела. Вот дальше наши нервы и наше сознание пока не проходит. Хотя может, конечно же, но жизнь других людей это поле свободы и поле выбора других людей. Поэтому помощь, взаимовыручка и все остальное оно прекрасно только тогда, когда оно идет от целостного, честного, сонастроенного с собой человека в чистом намерении и сострадании. А для этого нужно произвести определенную работу по спасению себя. И возможно это работа не на одну жизнь. Так что вопрос я еще раз сказал немножечко опередил свое время. Хотя возможно нет, тогда ты сам знаешь ответ на него. Антон просто уже живет впереди на 200 лет нас с тобой и мы до него не дотянулись. Ты так говоришь, опередил. Он нас опередил. На 200 лет. Да, он нас. Но я и говорю, вопрос опередил, да, и соответственно Антон опередил. Хорошо. Так, ну что, еще поступил вопрос от Елены 777. Что вы думаете о вегетарианстве и мясоедстве? Что полезно, а что нет? Я в этом плане очень плохой проповедник и слава богу. И очень плохой какой-то там, не знаю, не дай бог когда-нибудь вырасту до такого состояния, чтобы меня может кто-нибудь назвать ругательным словом гуру, да, потому что я никогда в жизни не могу сказать, что хорошо, а что плохо, потому что все всегда, вот здесь 7 или 8 миллиардов неповторимых богов с определенной историей души, с определенной историей рода, если хотите, с определенной культурными особенностями, с определенным духовным состоянием, с уникальной энергетикой, с уникальными стратегиями, с уникальным интеллектом. Как я могу сказать, что полезно, а что нет? Абсолютно точно понятно, что нужно отбросить концепции вины греха и какого-то неуместности поедания кого-то с чем-то. Потому что для разных культур это вполне, для одних культур это может быть неуместно и неправильно, а для других культур это непосредственным образом связано с выживанием. Теперь, что однозначно полезно? Однозначно полезна благодарность и однозначно полезна внимание к себе и уважение к своей уникальности. Если ты сонастраиваешься и заглядываешь внутри себя и спрашиваешь, кто я, что я, что я на самом деле чувствую внутри себя, что на самом деле просит мое тело в чистоте и в какой-то искренности, что для меня подходит, а что для меня не подходит, что дает мне ощущение легкости, что дает мне ощущение силы, то в таком случае ты можешь найти этот ответ и тогда задействовать вторую вещь, благодарность. Что отличает наше современное вот это неосознанное общество, когда мы убиваем животных тысячами, миллионами ежегодно, от, например, племен Крайнего Севера, которые вынуждены пасти и есть оленей и это основа их выживания. В том, что они, даже находясь в условиях, когда они не могут по-другому, это нужно для их выживания, они воспринимают оленей как божеств, они им молятся, они их благодарят и они относятся к ним с величайшим почтением. Мы же, как цивилизация, которая нет необходимости есть мясо, убиваем животных просто так и без всякой благодарности. И, конечно, отсутствие благодарности не полезно, отсутствие настроенности себя не полезно, а если эти два компонента есть и вы задействуете свой внутренний разум и мудрость, то все хорошо. Да? Хорошо ответил. Хорошо. То есть, мне кажется, если вы делаете все осознанно и по культуре, в первичных смыслах этого слова, тогда вы для себя дадите ответ. Что вам лучше? Потому что человек, который осознанно живет, он понимает результаты своих деяний и употребление чего-либо. Если это идет ему на пользу, а не несет болезни, если это идет на пользу окружающего мира, не создает страха и переживания и проблемы, то это хорошо. И если все это сделано с точки зрения культуры божественной, то есть благодарность за все, что он принимает и благодарность в ответ за все, что он делает ему возвращается, то в этом случае тогда принцип баланса создается и мир улучшается вместе с этим человеком. Вот и все. То есть осознанность и культура это суть нашей жизни. Вот как раз и Владимир Замытищ нас догнал с вопросом. Он пишет следующее. Александр, до эфира у меня был вопрос по теме программы. Озвучаю его прямо сейчас в некоторых горных, горных, подчеркиваю, в субъектах федерации наблюдается первобытно преступный, вот так характеризует он, общественный строй с элементами рабовладения. Вот так жестко. А на равнинных областях люди пишут книги о силе духа. Как они могут найти общий язык? Возможно ли это? Тема-то была в предстоящем эфире мы поговорим о культурной общности народов, об умении уживаться. Так, начнем с того, что культура, как мы сегодня выяснили, она базируется на знании Бога, на определенном знании божественного света. Иными словами, на наличии в человеке определенного духовного содержания, которое едино для всех, то есть единого Бога внутри человека. Неважно, единого или не единого, но наличии Бога внутри человека, как источник мудрости, света, знания, любви и всего того, что мы туда хотим включить. Так вот, теперь, этот Бог внутри каждого человека, будь этот человек, находясь в очень жесткой и такой консервативной и достаточно напряженной системе убеждений и верований, или находясь он в абсолютно какой-то благотворной, этот Бог внутри человека всегда стремится проявиться, внутренняя нравственность всегда стремится голосом совести, голосом чего угодно, как-то в его сознание достучаться. Теперь, эволюция человека, она идет по пути аккуратного, плавного пробуждения человеческого существа. Мир дает человеку вызовы, будильником бьет его по голове до тех пор, пока человек не пробудится. И надо понимать, что мир никогда не оставляет человека в непробужденном состоянии, он продолжает его тормошить. Таким образом, рано или поздно культуры пробудятся, и процесс этого пробуждения будет не связан с тем, что они скажут, а, мы жили все неправильно, мы все, наша культура не имеет права и смысла для существования, наш строй ужасен, мы должны стать вот как вы, просветленные европейцы. Нет. Вместо этого голос Бога внутри человека, разворачиваясь постепенно и медленно, будет говорить о том, что они не должны защищаться от других людей, что он поможет сбалансировать инстинкт выживания, он поможет научиться уважать различия, он поможет научиться уважать то общее, что есть между людьми, он поможет понять в какой-то момент, что конфликты и противостояния деструктивны и для них, и для других сторон. Он поможет понять, что жить в мире куда более выгодно и куда более безопасно, чем жить в войне, потому что на самом деле все человечество думает, что жить в войне безопаснее. Ну, поэтому и получает войны, движимые инстинкты выживания. Вот рано или поздно мир пробудится, и вот этот как бы голос разума и голос культуры внутри, он все скажет, он все расставит на свои места. Наша задача здесь сейчас ни в коем случае не придумывать о том, как это произойдет, потому что пути Господни неисповедимы в этом плане. Но абсолютно точно, что уровень личной мудрости будет преобладать над уровнем коллективной мудрости, когда человек в достаточной мере получая вызовы от жизни и откликаясь на зов будильника, будет, начнет задавать вопросы, начнет понимать в какой-то момент, что сотрудничество и уважение вообще как бы в целом по качеству жизни чуть-чуть лучше, чем вражда и ненависть. И многое в это, конечно, вклады, многое в это дело в свой вклад привносят всевозможные, как ни странно, те же самые средства массовой информации, интернет и социальные сети. Потому что когда человек получает доступ к тому, что как живут другие люди, когда он может наблюдать то, какие люди вообще бывают и как может складываться их мироустройство и их мировоззрение в таком случае и вообще то, что можно дружить между собой, а не воевать и что в целом другие национальности и цивилизации не хотят тебя там как-то прибить, убить и вообще они не злые, вот как там оценочно привыкли даже в нашей постсоветской, в наших постсоветских взаимодействиях обзываться страна на страну, то в таком случае это повышает уровень осознанности, повышает уровень личной свободы, повышает выбор и тогда в наличии выбора вот этот бог внутри тянется к самому чистому, что есть и человек по чуть-чуть становится мягче, светлее и так далее. Вот это же очень просто, мы раньше все существовали там, например, в как-нибудь 90-е годы и реально думали некоторые члены нашего там российского или украинского или белорусского общества, что вот там вот те, кто рядом живут, они нас так обзывают и все хотят нам зла и все такие противные и негативные, потому что средства массовой информации определенные вещи диктовали. Но когда я лично могу общаться с друзьями в разных странах мира, которые находятся рядом со мной и являются на самом деле членами моей же группы и какого-то и земли, и рода, и так далее, я могу с ними общаться и понимать, что у меня с ними нет никаких напряженностей, то я просто не верю всем остальным вещам, которые сравнивают, стравливают нас с ними. И у меня нету, внутри не возникает озлобленности и негатива. Поэтому иным способом культурная общность народов и умение уживаться начинается тогда, когда происходит рост сознания. Рост сознания всегда происходит. Просто сейчас мы проживаем наиболее бурный его этап, потому что появилось большое количество возможностей повысить свою осознанность. И мне хочется верить, что человечество на это аккуратненько откликнется. Вот ответ такой. Ну что ж, все вопросы мы выбрали из чата. И у нас в заключении есть хорошая традиция желать что-либо нашим радиослушателям доброго, вечного. Я так понял, что ты частично уже в ответе что-то пожелал. Но всё-таки если учесть сегодняшнюю нашу тему осознанность и культура, что можно пожелать нашим радиослушателям, чтобы, так сказать, душа развернулась и поговорили бы о ней, задумались о чём-то вечном, чтобы такое было полезно для них, для мира вообще. Я хочу пожелать нашим слушателям, которые, как мне кажется и как мне ощущаются в теле и интуитивно являются людьми мудрыми, глубокими, ищущими и находящими что самое главное, какие-то ответы в своей жизни. Мне хочется пожелать им принятия своего мастерства. Мне хочется чтобы в какой-то момент они могли сказать, что я внутри себя ощущаю мудрость, ощущаю разум, ощущаю истину, которая наполняет и удовлетворяет меня до такой степени, что я могу быть сострадательным, что я могу быть мирным человеком, что я могу быть принимающим человеком, что я могу быть позволяющим человеком. И когда это происходит, когда человек принимает свое мастерство, вообще свое право полагаться на истину внутри, и когда он принимает своего внутреннего Бога, то все в этом мире стоит на свои места, и жизнь становится по-настоящему устойчивой, радостной, если можно сказать, счастливой, и в ней появляется больше пространства для любви. Поэтому, дорогие слушатели, вам не нужно ничего, потому что вы уже, наверное, все в этой мире поняли, познали, постигли. Возможно, единственный недостающий компонент, как и для всех нас, это еще большее доверие божественности внутри нас. Такое вот пожелание, немножко возвышенное, но почему бы и нет. Хорошо. Хорошо. У нас, я зачитаю несколько слов, которые здесь в чате появились, к примеру, благодарю за эфир, благодарю за эфир, крепкого здравия всех благ, благодарю за интересный, информативный, познавательно-разъяснительный эфир всего доброго всех благ, опять благодарю за эфир и так далее, тому подобное, благодарю за программу, здоровье всем. Вот, так что, в общем-то, благодарности в твою сторону, ВОЗ и Тележка, принимай. Благодарю. Да, в свою очередь я хочу каждому пожелать осознания, осознанности. Если вы понимаете в первую очередь, кто вы, для чего вы и куда вы должны прийти, то в этом случае вы не будете уподобляться белке, которая хотела стать бегемотом или лосю, которая хотела стать, например, жирафом и так далее, и тому подобное. Вы проживёте без шишек, без ссадин, свой мир, пройдя ту дорогу, которая вам предназначена. Для этого, чтобы понять, кто вы, необходимо всегда обращать внимание, кто ваши родители. Это естественно. Если вы не знаете, кто ваши родители, вы не поймёте, кто вы. Если вы обращаете внимание, кто ваши родители, вы понимаете, как они жили. Хорошо ли жили, плохо ли жили, какой есть опыт. И в первую очередь обращать внимание надо не только на благой опыт, но и на негативный, потому что негативный опыт — это самое дорогое. Вы, познав его, никогда не будете его повторять, тем самым избежит множества проблем. Поэтому принимайте мир, какой он есть, и принимайте то наследие своих предков, которые прожили многие-многие тысячи лет, а значит, они что-то понимали в этом мире, значит, их опыт важен для вас, какой он есть, воспринимайте его. И тогда мир будет таким, каким он должен быть, а не каким кто-то себе его вообразил. Вот такое пожелание. Набирайтесь мудрости, набирайтесь мудрости, делайте как мы, делайте с нами, делайте лучше нас. Была такая игра на телевидении ГДР в советские времена. Желаю вам... Лучше-лучше нас. Да, лучше нас. Ну, всё правильно. Но сначала вместе с нами, потом уже лучше нас. И так далее. Значит, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей, по одному из, их много напоминаю, 25 января 2017 года, среда, по одному из старинных, опять же слово «из», употребляю, пятый день месяца в Юг и Стужу, 7525 лета, третейник. Мы говорили про осознанность и культуру с Александром Меньшиковым. Низкий поклон тебе за участие. А также благодарю всех наших радиослушателей, которые в чате активно присутствовали и задавали вопросы и переписывались, давая почву для рассуждений и показывая, куда нам двигаться в своих, в наших, вернее, диалогах своими письменами. Низкий поклон вам, друзья, так держать. С вами всегда очень интересно общаться. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народная Славянская Радио. До новых встреч. Услышимся.